Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Продолжаем работу над TARDIS. И сегодня у нас по плану покраска этого чудо архитектуры и инженерной мысли. Настоящий TARDIS, как вы все знаете, синего цвета, поэтому будет он у меня тоже синий. Но есть некоторые нюансы. Что за нюансы? Дело в том, что на передней двери вот вот здесь и вот здесь есть как бы изображение. Здесь табличка, здесь кружочек такой с изображением. И по всему периметру над этих верхних площадках тоже идет надпись. Я делал специально, заказывал декали. Вот это вот надпись, которая идет по периметру. Одна картинка на двери и кружочек на двери. Но дело в том, что если с этой картинкой как бы все понятно, это полностью декалька, то вот это и вот это. Все, что вы видите белое, оно на самом деле прозрачное, а не белое. Поэтому если переводить на предварительно покрашенной синей краской TARDIS, то оно будет синее. Оно нам не устраивает. Поэтому я сразу по периметру пройдусь беленькой красочкой. Вот здесь беленькой красочкой. Потом это замаскирую. Все прокрашу синим. Сниму маски, я переведу на декали. То есть вот такой вот фронт работ на сейчас. И пожелайте мне удачи. Начинает потихоньку наша будочка принимать свой вид. Вот она уже у нас синенькая. Беленькие полосочки, это понятно, под декальки. И вот так вот она сейчас выглядит. Все, что мне осталось сделать, сейчас нанести декальки, а потом что-то думать еще со стеклением. Крыша еще естественно не приклеена, она будет уже приклеена. Когда будет сделана подставка, потому что ну все из-за освещения. Вот внутри я ничего не красил, не делал. Смысла нет. Внутри не будет видно ничего. Так вот значит нанесены декали и скрыта она у нас. Я имею ввиду телефонная будка, правильнее сказать TARDIS, скрыт уже глянцевым лаком для того, чтобы нанести смывочку. Как видите, декалек здесь ну достаточное количество. Одинаковые надписи по периметру Полис Паблик Калбокс, а также какой-то логотип и какое-то предупреждение. Ну если сильно приблизить, то какую-то информацию нужно здесь прочитать, но по большому счету там не особо интересно. Внутри, значит да, сделал здесь большое отверстие для того, чтобы можно было провести сюда электричество, чтобы провести провода, чтобы наша буточка мигала, как была задумана. Ну и сейчас я все-таки попробую нанести смывку черную. Думаю, нанести черную смывку. Кстати, вот я сейчас смотрю одновременно на будку живьем и на будку на камере, то на камере она почему-то выглядит голубее, а живьем как-то более синее. Такое, как-то не знаю почему. Ну ладно, это не важно. Важно то, что сейчас я с помощью черной водной смывки попробую сделать небольшие выделения. Посмотрим, как это будет выглядеть. Затем будет скрыто все матовым лаком и обязательно будут масляноточки, потому что это у нас по сути деревянная модель. Я имею ввиду в натуре это все дерево и надо будет с ней поработать, выветрить, не оставлять в таком виде. Итак, нанес я смывку. Как видите, немножко выделялись наши квадраты и после смывки прошелся еще матовым лаком. Все это заматил. Вроде так ничего нормально, но только вот появились какие-то артефакты. Непонятно, вот если присмотреться. Видите, какая-то более белесая, какие-то белесые полосы. Почему так получилось, непонятно, не ясно. Ну, по большому счету и не особо, но и критично, потому что сейчас я все это дело все равно буду выветривать с помощью масляных точек и как бы особо выбиваться, но я думаю, не будет. Но вообще, как факт, конечно, интересно, почему получилось именно так. Вот, друзья, сделал я подобие ветрянки на нашей модели, на самой будке и на крышке. Кстати, о крышке, блин, заметил, не знаю как, видно, кто-то какое-то домовое или что. Вот на защите моего диодика. С одной стороны, от палок как-то оторвалось кусочек этой палочки. То есть, ее надо будет восстановить, приклеить, покрасить, но этим я займусь попозже. А сейчас, сейчас возьму бутыль с текурилой, соед спиритом и начну потихонечку размывать эти все масляные точки. Кстати, масло обыкновенное, санетовское. Я, честно говоря, может, конечно, я и не прав, но я не вижу какого-то смысла гнаться за дорогими масляными красками в данном случае. Может, для художников, которые пишут картины маслом, фирмы как бы имеют значение, но я, честно говоря, не вижу я никакой разницы между вот этим санетовским с самым простым и какой-нибудь там дорогой фирмой. Может быть, я дилетант в этом деле и не понимаю, но такое мое мнение. Итак, прошел себя масляными точками, порастирал их, но особо какого-то такого эффекта это, на мой взгляд, не принесло. Какие-то изменения есть, но такие не особо кидающиеся глаза. Но разовод сейчас немножко о другом. Разовод сейчас об остеклении. Как видите, вот здесь уже я вставил стекло, не уверен, как вставил, приложил. Это у меня, значит, был, ну как был, есть. Вот такой вот пластик прозрачный, но сейчас защитная пленка закрытая. И вот есть у меня еще вот такой вот лак синий от хамы. Лак синий. И вот и с помощью этого лака я в несколько слоев покрывал этот пластик. В конце концов получилось вот такое вот. Но что хочу сказать, я вам теперь сейчас, мне не нравится. Почему? Потому что, глядя на фотографии, все эти окна, они светлее. Есть, конечно, темные, но в основном практически все фотографии со светлыми этими стеклами. Плюс к тому, здесь у меня же будет внутри еще провода, всякая такая ерунда. И я боюсь, что при включенном светодиоде они будут просвечивать сквозь эти стекла и не особо будет красиво. Поэтому я сделал второй вариант. Вот, так вот. Вот такое вот поставил стекло, уже светлое здесь. А что это такое? А это, грубо говоря, на этом пластике защита с двух сторон. Так вот, с одной стороны я защиту снял, а с другой оставил. И вот с нашей стороны здесь стекло, а вот с внутренней стороны стоит защита и дает такой вот цвет. Ну, честно говоря, мне больше нравится. То есть здесь все как бы заподлицо, все оно сливается, по сути. А здесь выделено. Поэтому, скорее всего, все остальные стекла я сделал по такому вот принципу. Ну и вот, друзья, что у меня по финалу получилось. Так сказать, космический корабль моей мечты. Ну и машина времени моей мечты. Два в одном. Вот так это выглядит. Удалось или не удалось судить вам. Честно говоря, мне не нравится. Ну, не хочу себя хвалить, но, блин, мне просто сериал нравится и как бы результат не самый плохой, что мог бы быть. Поэтому, поэтому я на там останавливаюсь. Крыша мне, естественно, не приклеена еще, потому как сами знаете причину. Вот, ну вот, наверное, наверное, все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть что сказать, пишите в комментариях. А в следующей серии я примусь за подставку. И так немножко распайлерю. Есть у меня такое желание сделать что-то типа астероида. Ну, как это получится, не получится, посмотрим с вами вместе. Все. На этом буду откланиваться. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok